МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Петербург – город решений. Итак, Академия имени Штиглица отметила 145-летие. Какую роль в формировании новых тенденций в промышленном дизайне играет этот вуз? Готовы ли преподаватели к новым вызовам, которые диктует современный мир? В каких сферах выпускники Академии сегодня наиболее востребованы? И сложно ли им найти работу по специальности? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашими гостями. Меня зовут Юрий Щербаков. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня в студии с нами эксперт. Это ректор Санкт-Петербургской государственной и художественно-промышленной академии имени Штиглица Анна Кислицына. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте. И с нами доцент кафедры промышленного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, промышленный дизайнер Сергей Хельмянов. Сергей Петрович, добрый вечер. Добрый. Уважаемые телезрители, задать вопросы нашим гостям можно по телефону прямого эфира, также в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте». Все координаты внизу здесь на ваших экранах. Итак, Академия Штигльца, которую многие по старой памяти все еще называют просто мухой, но 145 лет, почти полтора века. Анна Николаевна, вот за эти почти полтора века довольно-таки большой срок, немало достижений. Но если мы все же возьмем, ну, допустим, последние два десятилетия, или в принципе, чем ВУЗ сегодня может гордиться? Чтобы вы отметили, что в вашу память больше всего врезалось из достижений Штигльца, из достижений Академии имени Штигльца. Вы знаете, это огромная сверхзадача, потому что 145 лет – это очень большой исторический путь. Становление дизайна не только в нашем городе, но и в стране. И осмысляя это, мы посвятили мессмахеровские чтения, которые проходят у нас ежегодно в марте месяце, именно этой теме. Были собраны все исторические архивные документы и проанализирован весь учебно-методический фонд для того, чтобы воплотить память об этом сложном и долгом пути. Мы издали к нашему юбилею двухтомное издание, где первый том посвящен училищу, то есть сначала ЦУТРУ, Центральному училищу технического рисования, созданному бароном Штигльцем, затем Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имя Веры Игнатьевны Мухиной, и, наконец, последний период – это Академия имени Штигльца. И в этом двухтомном издании вторая важнейшая составляющая часть – это музей прикладного искусства. И, знакомясь с этим изданием, можно понять всю историю. И когда вы говорите о последних 20 годах, мы постарались в этом издании выбрать те дипломные проекты, которые стали новацией 21 века, и предложены новые проекты и идеи, которые могут заинтересовать любого интересующего. Даже если мы эту выборку возьмем, все равно потребуется отдельный выпуск, а может даже и целый цикл этих выпусков. Но вот все-таки на ваш взгляд, вот ваши, давайте, топ-3, топ-5 самых запоминающихся для вас лично, идей, решений от студентов и выпускников Академии имени Штигльца. Позвольте мне так сформулировать. В настоящее время мы очень обеспокоены разработкой плана проекта стратегического развития нашей Академии. И анализируя достигнутое, мы сейчас предлагаем свой путь, свои инициативы для того, чтобы дизайн получил новое развитие, для того, чтобы инженеры и дизайн соединились и дали новые возможности для бизнеса, для того, чтобы соединилась наука и дизайн. Вот для этого нам необходимо работать вместе с предприятиями-партнерами, в первую очередь, во-вторых, с ведущими вузами. Потому что, ну, не секрет, что Академия Штигльца занимается исключительно дизайном, но без сложных каких-то инженерных решений, наверное, будет трудно создать уникальный автомобиль будущего, о котором вы говорите. Поэтому вот наша такая сверхзадача на будущее – это новые инициативы и поиск новых бизнес-партнеров и сотрудничество с ведущими вузами Санкт-Петербурга. Чуть ушли вы от ответа на постельный вопрос, Анна Николаевна, но я целиком и полностью вас понимаю. Академия имени Штигльца не живет вчера или сегодня, она живет завтра и на много лет вперед. Но все же, если мы говорим о школе дизайна, русской школе дизайна, петербургской, может быть, даже школе дизайна, корректно ли так сказать, Сергей Петрович, и можно ли сказать, что она идет в ногу со временем? Ну, в принципе, смысл любой школы – это формировать как раз видение будущего. Поэтому не в ногу со временем, а как раз впереди времени. Опережая события. Да, и на самом деле, ну вот если уж тоже так в историю немножко углубиться, да, всегда Академия Штигльца с середины 19 века, она как раз сформировала те условия, которые бы подтолкнули, ну, в момент промышленной революции или вот сейчас на новом этапе витки развития промышленного дизайна, подтолкнули бы развитие этой сферы. И за вот эти полтора столетия на самом деле очень сильно изменилась сама идеология этой деятельности промышленный дизайн. Ну, это все тезисно и доступно понятным языком для наших телезрителей, для меня обывателя. Изначально, ну, вот, в общем, по большому счету, промышленный дизайн – это была такая гуманизация промышленного продукта. То есть сделать то, что выпускается над заводами, тиражами огромными, да, сделать это удобным, пригодным для применения в обычной жизни людьми. Теперь задача, она гораздо более как раз вот про будущее, она в формировании будущего пользовательского опыта. И это, ну, вот, то, как изменился промышленный дизайн на границе как раз 20-го и 21-го веков, то, о чем вы спрашивали за вот эти два десятилетия. Немногие, даже ведущие мировые компании, ну, многие не пережили вот эту революцию изменения этого промышленного дизайна. Ну, мы припомним кучу там монстров, Моторолы, Нокия, там, да, кто не пережил это изменение. Мы пережили это изменение и, наоборот, даже заняли такие лидирующие позиции в этом смысле. И кафедры промышленного дизайна, и кафедры, которые занимаются другими сферами дизайна, да, в Академии, они на самом деле действительно формируют эту идеологию будущего туда, куда пойдет промышленный дизайн. Корректно ли говорить, петербургская школа дизайна? Если да, то на глобальном рынке какое лицо у петербургской школы дизайна? Как она выглядит? По-разному выглядит, в основном достойно, конечно. Петербургская школа дизайна, в общем-то, да, поскольку она вот была сформирована Бароном Штиглицем, она изначально и сформировала всю русскую школу дизайна. Это была первая школа дизайна в стране, и из нее, в общем, выросла вся идеология. И даже многие школы другие, в том числе и столичные, да, выросли из школы Барона Штиглица. То, как это выглядит на мировом небосклоне, ну, я могу так... У нас сколько времени-то? Времени достаточно, но все же, чтобы понимать, что, ох, да ладно, это вот они сделали, оказывается, чтобы еще раз почувствовать гордость за своих. Ну, достаточно, все время привожу, да, есть на уровне богов, да, на уровне звезд, в общем, достаточно много выпускников Академии Штиглица, ну, в частности, например, Инна Кондакова, дизайн-директор всего концерна «Фиат» по интерьеру. В ее ведении, ну, понятно, что она уже богиня, она сама не проектирует, но она руководит проектированием интерьеров всех автомобилей, входящих в концерт «Фиат». То есть, можно сказать, сделано в Петербурге? Задумано, придумано, ну, или в таком ключе? Дизайнер, который это делает, сделан в Петербурге, да. То есть, автомобили «Альфа-Ромео», «Ивеко», «Лянча», «Фиат», «Вертолеты Агусто», интерьеры, их проектируются под руководством Инна Кондакова. Ну, и стоит отметить, что итальянцы, как основоположники, если я не прав, поправьте меня, промышленного дизайна, в принципе, дизайна, многие считают, что итальянцы здесь передовики, и здесь даже они приходят советоваться, и какие-то навыки. Да, подходит. Или, например, тоже один из наших таких звездных выпускников, Александр Диомин, да, он дизайн-директор всего вот этого глобального концерна «Харман Карден» по аудиосистемам, вот колоночки JBL, думаю, что все знают, да. Это на самом деле, опять же, он дизайн-директор, он руководит проектированием всего вот этого. Словом, бренды всемирно известные, и так или иначе, там можно найти петербургских выпускников Петербургской школы промышленного... И их десятки, да. И их десятки. Это прекрасно слышать, я думаю, что не будем тратить понапрасну эфирное время, занимаясь рекламой брендов, которые в этом и не нуждаются, это всемирно известные бренды, но все же стоит отметить, что Академия Ниништиглица, помимо промышленного дизайна, имеет одним из направлений реставрацию. Это тоже одно из ведущих направлений Академии. Анна Николаевна, вот где сегодня востребованы выпускники-реставраторы? Только ли в Санкт-Петербурге? Я позволю себе, опять же, отступить в прошлое. И сказать, что наша Академия отметила в прошлом году 75 лет воссоздание ЦУТРА, Центрального училища технического рисования. И воссоздано было училище в 1945 году, еще до окончания Великой Отечественной войны. И наши реставраторы участвовали в воссоздании всех пригородов Санкт-Петербурга и восстановлении памятников, утраченных в годы Великой Отечественной войны. Этим мы гордимся. И, конечно, эта школа постепенно формировалась, совершенствовалась. На сегодняшний день наши реставраторы занимаются, во-первых, масляной живописью, занимаются монументальной живописью. Это очень важно, потому что таких школ очень мало. Также занимаются восстановлением иконописи, то есть станковым видом искусства. И плюс к этому в следующем году мы планируем открыть направление реставрации книги. Знаем, что это будет очень востребовано. Приведу в качестве примера то, чем занимаются сегодня наши реставраторы. Сегодня в Александро-Невской лавре готовится к очередной юбилейной дате Александра Невского, такой очень весомой и значительной. И вот наши реставраторы восстанавливают в Троицком соборе иконостас. И хотелось бы, чтобы возможности по развитию реставрационной школы давала нам все-таки администрация города. Ибо реставрация – это очень тонкая и сложная работа. Иногда это огромные полотна. Вот совсем недавно для Суворовского музея Татьяна Поцелуева вместе с магистрами восстанавливала большой парадный портрет Патюмкина Таврического. И вот говоря о том, где работают наши реставраторы, они работают везде. Даже в ходе подготовки дипломных проектов наши студенты работают и с фондами, которые позволяют нам использовать русский музей. Затем, когда они выпускаются, работают и в Эрмитаже, и в этнографическом музее. И, естественно, в тех музеях, которые у нас по всей стране, в великом множестве. И все они нуждаются в сохранении историко-культурного наследия. Практически услышал все-таки ответ на вопрос за пределами Петербурга, по всей стране. А за пределами страны насколько востребованы специалисты-реставраторы, которые выпускники Академии Штиглица? Ну, я думаю, что все выпускники Академии Штиглица, можно сказать, со знаком качества. Поэтому, если кому-то доводится быть за рубежом и находиться там... И он скажет пароль Академии имени Штиглица, то, соответственно, взгляд на такого специалиста будет достойным. Если мы же все-таки вернемся к промышленному дизайну, Сергей Петрович, идеи, с которыми приходят сегодня студенты, это исключительно прикладные проекты? Или есть какие-то мечтатели по-прежнему, которые не боятся предложить в том числе фантастические, а даже не футуристические, на первый взгляд, идеи? И что с ними делать? Как быть? Ограничивать их в творчестве, в полете мысли? Или давать возможность? Ну, тогда, если даем возможность, а для чего такие фантастические идеи, если они вряд ли применимы? Ну, на самом деле, дизайн — это такое антропоцентрическое проектирование, направленное на запросы человека. И дизайн образования — это та же самая история. Мы проектируем свое дизайн образование антропоцентрично, направленное на студента. Что ему интересно, то он и должен разрабатывать эту его сферу интересов. И только тогда, когда он верит в то, что делает, это является его путеводной звездой. Действительно, он тогда найдет себя в профессии. Если он делает что-то такое по указке, это точно не дизайнер, потому что дизайнер — это лидер проектного процесса. По поводу фантазии или не фантазии... Ну, давайте вспомним последние, грубо говоря, три студента, которые приводили свои проекты, приходили, показывали, рассказывали то, что врезалось у вас в память. Потому что проектов, я думаю, очень много. Ну, дизайн — дело такое прикладное сугубо, да, это решение потребительских задач. Поэтому так устроен образовательный процесс на кафедре, что задачи выполняются с внешней постановкой этих задач. Приходит заказчик, говорит, я хочу. Или приходит, условно говоря, да, какая-то научная школа, как наши партнерские школы Петербурга или там Европы. И они говорят, что вот у нас есть такая, условно говоря, технология, мы не знаем, что с ней делать. Да, вот мы ведем исследования, нам интересно вести научные исследования, но как их применить вот антропоцентрично, для чего это людям, это, ну, вопрос как раз дизайнерам. Или приходят наши там партнерские компании, говорят, что вот нам нужно получить определенный срез рынка в определенной нише, да, мы хотим увидеть там или реальные продукты, и тогда это младшие курсы проектирования. Или мы хотим увидеть пользовательский запрос, прогнозирование пользовательского запроса, тогда это старшие курсы, потому что это очень такая сложная методология прогнозирования пользовательских запросов. Все же я настаиваю буквально один, два, ну, максимум три проекта, чтобы здесь сейчас понять, о чем я. Ну, вот, например, в предыдущем семестре, да, у нас был проект с петербургской компанией Эмлит, которая занимается геодезическим оборудованием, и была задача, ну, геодезическое оборудование, достаточно устоявшаяся такая сфера, электроники, и была задача сделать виденье вот этого основного, основополагающего принципа компании «высокая точность». И под руководством шеф-дизайнера, тоже нашего выпускника, как раз студенты изучали, ну, с точки зрения образования, изучали метод advanced design, то есть такого продвинутого перспективного дизайна на предмете вот этого геодезических продуктов. И предлагали потом варианты решения уже. Мы потом переводили это вот за пользовательский запрос в продуктовую линейку. Или, например, тоже наш такой постоянный партнер, каталонская студия «Аниме Барселона», которые приходят с более такими прагматическими задачами, как то там наручные часы, или вот в этом семестре мы тоже вот ищем пользовательский запрос на тему электрических зарядок для городов, да, вот автомобили заряжать или электромобили заряжать. То есть таких на самом деле задач очень много, и от унитаза до зубной щетки, хотя дистанция вроде бы большая, от мировых брендов до наших локальных небольших компаний, у которых достаточно локальные задачи. Ну, как я понимаю, и большое количество заказов, и большое количество вариантов решения тех запросов, которые адресуют в том числе студентам, в том числе промышленным бюро, промышленным дизайном, те самые заказчики. Ну, а я напоминаю, в прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Сегодня мы говорим об Академии имени Штиглицы, которая исполнилась в этом году 145 лет. Имея богатую историю, сегодня ВУЗ уверенно смотрит в будущее, работает над формированием новых тенденций в промышленном дизайне, опережающих свое время. Над какими проектами трудятся студенты, поинтересовалась Полина Грань. Можно видеть как раз совмещение очень таких технологичных форм и с пластичными формами. Эту модель машины Иван разработал для своей дипломной работы. С этим проектом участвовал и в международном конкурсе «Мишлен Челлендж Дизайн». Со своим призванием, транспортным дизайном, молодой человек определился еще в детстве. «Это пошло, естественно, из детства. И я и рисовал, и создавал какие-то маленькие модельки. И я не понимал, как это называется. Это может быть как советский инженер-конструктор или что-то еще. И в конечном итоге я пришел в Академию Штиглица. И я только тогда узнал, что это называется дизайном и что этому посвящено целое отделение у нас». По соседству с дизайнерами-транспортниками обучаются и специалисты технического дизайна. Эти студенты, по сути, придумывают все, что нас окружает. От чайников и телефонов до часов и обуви. Главная задача их проектов – быть удобными и человекоориентированными. Для этого молодые люди изучают не только проектную графику и эргономику, но и такие, на первый взгляд, неочевидные предметы, как психология восприятия объектов и цветоматериал. Сами ученики отмечают, что кафедра дает им возможность создавать будущее. «Для меня моим самым любимым проектом стал проект «Кроссовок», который я спроектировала на 80 лет вперед. И для меня этот проект был вызван, потому что мне было интересно представить развитие социальной структуры общества через 80 лет, посмотреть, как технологии будут развиваться, и попробовать все эти мои знания и все методы адванс-проектирования превратить в продукты, в конкретный дизайн-язык». Все студенты со второго курса участвуют в международных конкурсах, которые уже показали. Наши специалисты ничуть не хуже иностранных коллег. А в некоторых областях, таких как автомобильный дизайн, даже превосходят их по мастерству. Это замечают и работодатели, которые регулярно приглашают студентов на работу в крупные мировые компании. Я полагаю, те проекты, которые показали сейчас в нашем материале, они могут найти отклик у заказчиков. А как на этих заказчиков выйти? Или, как вы сказали, заказчики сами, как правило, приходят и с определенными запросами? Ну, бывают и такие задачи, поскольку в багаже Академии полтора века взаимодействия с заказчиками, то, естественно, имя Академии Штиглицы уже многие двери открывает. Это раз. Второе, конечно, заказчики бывают разные. И, например, наши такие партнерские компании в России, они очень часто используют вот эти студенческие исследования в качестве как раз отдела перспективных разработок и исследований, что в наших компаниях еще только формируется. В западных компаниях, как правило, это очень классные отделы. И, открою большой секрет, наши выпускники чаще всего хотят именно в эти отделы попасть. В отделы advanced разработок, которые, ну, если... Передовых. Вот если, ну, так по-простому, те, кто в автомобильной индустрии проектирует концепт-кары, а не серийные автомобили. И потому что это именно, ну, такая специфика, что ли, нашей школы, именно проектирование пользовательского опыта, его прогнозирование, исследование в области пользовательских запросов. Да, если вспомним Генри Форда, он же сказал, что если я спрошу потребителя, что ему нужно, он скажет, мне нужна лошадь только быстрее. То есть на самом деле вот эти методы, как найти действительно пользовательский запрос, что он не хочет лошадь, как он говорит. В том числе этому нужно научиться. Это определенные методы исследования, да, и определенные методы вот этого дизайн-прогнозирования, дизайн-проектирования, да, на будущее. Без этого невозможно, в принципе, никакой дизайн-проектирования, потому что инерция промышленного дизайна, она достаточно высока. Вот яркий пример. Тому сейчас, вот буквально на прошлой неделе, пришли прототипы изделий, кухонных приборов. Одно из наших таких тоже партнерских, очень дружеских компаний «Аполло». Ну, это на самом деле 30% российского рынка кухонной утвари. Если взойдете в какой-нибудь большой торговый центр, там будут эти продукты. Обязательно наткнемся. Ложки, вилки, чашки и все прочее. Вот даже в номере, то есть в репортаже было о том, что чайники проектируются. Вот только сейчас пришли прототипы, которые студентами разрабатывались два с лишним года назад. То есть это очень инерционная сфера, потому что оснастку нужно спроектировать, запустить в производство. И поэтому промышленный дизайн, он в принципе всегда думает о будущем, потому что нужно попасть в рынок вот в тот момент, когда продукты выйдут к потребителю. Нам много вперед нужно и детально продумать. У меня лично в главе не укладывается, видимо, потому я и не промышленный дизайнер. Единственное, что я не совсем понял, опять же, опираясь на материалы, видео, который был показан в нашем эфире, создают реальные модели. Ну, мы же живем 21 век, можно все в 3D-формате сделать на компьютере. Или я ошибаюсь? Почему обязательно нужно проектировать модели в реальную величину? Ну, у нас есть такая шутка, да, что единственным правильным моментом, методом дизайн-проектирования является проектное моделирование. Потому что, ну, условно говоря, да, пока вы не потрогаете, не пощупаете, вы не поймете, насколько это удобно. Ну, такой яркий пример. Наверное, каждый пробовал какой-нибудь, возьмет коробочку, корпус какого-то изделия, и вдруг оказывается, что она весит меньше или больше, чем выглядит. И человек отрывает, а оказывается, она легкая, пустотелая. То есть вот это невозможно спроектировать на картинке. Эргономику невозможно спроектировать на картинке. Поэтому проектное моделирование, и, ну, благо сейчас вот технологии развелись, возможно прототипирование, возможно быстрое прототипирование. Но даже вот такие классики дизайн-проектирования, там, 21-го уже века, да, американской компанией Айдео, они всегда говорят о том, что моделирование, да, оно необходимо сделать из сопли и палочек. Потому что если вы сильно будете уделять внимание, как бы, эстетическому качеству, вы будете его ценить, но при этом всем упустите главные, основные идеи. Вы должны отрабатывать идеи, пробовать, не подходит, выкидывать. Пробовать, не подходит, выкидывать. Поэтому вот это проектное моделирование, это, в общем, единственный, самый объективный метод дизайн-проектирования в промышленном дизайне. Как я для себя это понял, нужно, с одной стороны, мыслить глобально, с другой стороны, продумать каждые детали до мелочей вплоть. И у меня вот два этих разных момента, лично во главе, еще раз повторюсь, не укладываются, но здесь нужно, видимо, определенными талантами обладать, чтобы создавать здесь сейчас будущее. Или просто учиться в Академии Штюглицы. Или просто учиться, да, в Академии Штюглицы, которая в этом году исполнилась 145 лет. Насколько мне известно, Академия заключает уже достаточно давно договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках. В каких областях это происходит? И что именно разрабатывается, Анна Николаевна? Ну, последние годы мы ориентируемся на заказ, который приходит из разных регионов нашей страны. В том числе, вот последний проект пришел из одного из сибирских городов, где нам заказано выполнение осветительного оборудования для церкви, для местной церкви. После детальной проработки и научного исследования утвержден проект. За разработку этого проекта заказчик готов заплатить 8 миллионов рублей. Это только за проект? За выполнением материалей. Особенность нашей Академии заключается в том, что мы не только разрабатываем проекты, но и многие работы выполняем материалы. Также мы сейчас очень большое внимание, юбилейный год, уделяем восстановлению Академии с точки зрения реставрационных работ. На настоящий момент разработан проект восстановления витражей купола большого выставочного зала. И закуплены специальные печи. И мы не только научное исследование провели, и большую такую работу на уровне поиска, восстановления документов, но и закупили необходимые печи. И сейчас будем восстанавливать исторический купол. Это как пример одного из НЕОКР, куда мы вкладываем свои средства. Это могут быть и средства заказчика, и могут быть средства, которые Академия сама инициирует и направляет на реставрационные работы в том числе. Я думаю, что небольшую экскурсию по Академии в такой виртуальной мы еще во второй части нашей программы устроим. Ну и в том числе поговорим о музейной деятельности. А вопросы от зрителей ждем не только в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте», но и по телефону прямого эфира. И во второй части выпуска в том числе узнаем, легко ли выпускнику Академии Мништеглица найти работу в Петербурге и за его пределами. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим разговор. В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Сегодня говорим об Академии Миништеглица, которая в этом году отметила 145 лет. Возможно ли вывести Петербургскую школу промышленного дизайна на глобальный уровень? И какие перспективы есть у выпускников вуза? Эти другие вопросы мы обсуждаем вместе с нашими экспертами. Но прямо сейчас к участию в эфире присоединяется наш интернет-обозреватель Александр Иванова. Саша, ну а как ты понимаешь, что именно себя представляет промышленный дизайн? Юра, признаюсь честно, до определенного момента я предполагала, что дизайнера можно назвать любого человека, занятого в этой профессии, без указания конкретного направления, в котором он работает. Но когда мой знакомый из университета сказал, что он именно веб-дизайнер и разбирается только в этой сфере, я поняла, что лучше лишний раз уточнить, чем занимается собеседник, называя себя дизайнером. И, конечно, термин промышленный дизайнер стал для меня настоящим открытием, поскольку я считала, что оформлением тех вещей, которыми мы постоянно пользуемся, занимаются непосредственно сами разработчики. И поэтому специально для своего включения сегодня я подготовила несколько интересных примеров промышленного дизайна из разных стран мира. Первый из них – это соковыжималка для цитрусовых, созданная французским промышленным дизайнером Филиппом Старком еще в 1990 году. Ее дизайн основан на форме кальмара и, по словам автора, первоначально был нарисован на салфетке, когда Старк ел упомянутые морепродукты, политые лимонным соком. Это прекрасный пример того, как самые абстрактные ассоциации могут вдохновить на создание культового дизайна. Следующий пример из Нью-Йорка – это электровелосипед из промышленного дизайнера японского происхождения Юджи Фуджимуры, которого называют мастером футуистичного дизайна. Представленный транспорт не только обеспечивает быстрое перемещение по городу, но и помогает сохранять окружающую среду. Внутри велосипеда литий-ионный аккумулятор, который заряжается только в момент движения. Когда же транспорт не используется, его педали и руль можно сложить и убрать в корпус, тем самым сделав транспорт удобным для хранения. И напоследок покажу работу японского промышленного дизайнера-минималиста Наото Фукусавы, конкретно концепта мобильного телефона Инфобар, который по задумке, помимо средства связи, должен был быть отличительной чертой его владельцу. Первый такой аппарат был разработан в 2003 году и благодаря своему яркому запоминающемуся дизайну быстро завоевал популярность и стал культовым. Впоследствии один из телефонных магнатов запустил в производство свой смартфон в корпусе легендарного Инфобара. Теперь хочу рассказать нашим зрителям о том, какая возможность проявить себя есть у тех, кто сейчас обучается по направлению промышленный дизайн и для тех, кто уже закончил обучение за последние 4 года. 17 марта стартовал прием заявок на международный конкурс James Dyson Award. В его рамках молодые инженеры и дизайнеры смогут представить свои разработки, которые помогут решать реальные проблемы современности. Особая номинация конкурса – устойчивое развитие. Потенциальные участники, которые должны уделять пристально внимание месту своего изобретения в современной повестке дня в области устойчивого развития. Подробнее о мероприятии читайте на сайте jamesdysonawards.org. И в завершение своего включения сегодня хочу передрисовать нашим экспертам в студии вопрос от себя лично. Как вы сами считаете, какой объект промышленного дизайна можно назвать символом последнего десятилетия? На этом у меня все. Передаю слово студии. Какой объект промышленного дизайна с символом последних двух, может быть, даже десятилетий? Сергей Петрович, на ваш взгляд? Ну, если абстрактно, то, наверное, это мобильный телефон, который не был, не был, вдруг появился. Дальше, понятно, что есть партии за одну версию мобильного телефона, не будем называть. Есть партии за другие версии мобильного телефона, не будем называть. Ну, на самом деле, для меня это действительно та сфера, которая переломила жизнь в принципе, ну, вот действительно, сделал ее лучше, сделал ее другое, сделал ее комфортнее, безопаснее. Да не просто, зависимые, мне кажется. Без телефона, без гаджета, без выхода в интернет мы сейчас вряд ли представляемся. Второй момент, да, то, что до 2007 года, не будем называть, почему эта дата вдруг сегодня возникла, когда появился тот самый интересный телефон. На самом деле, всю историю промышленного дизайна дизайнеры исповедовали идею о том, что форма, она выражает содержание. Но как только появился тот самый телефон, оказалось, что содержание может быть любым, а форма на это никак не меняется от содержания. То есть там и навигатор, там и фотоаппарат, там и записная книжка, и телефон, а сама форма объекта остается прежней. Соответственно, действительно, вот если за последнее время, наверное, действительно самым революционным... Телефон. Это на ваш взгляд. Вы как, поддержите мнение коллеги? Или все-таки у вас есть свой фаворит на все счеты? Я думаю, очень много современных гаджетов, которые вошли в нашу жизнь, мы без них сегодня не представляем ее. И, конечно, в их облик, в их функционал большой вклад внесли как раз промышленные дизайны. Чем мы им гордимся, наши в том числе. В том числе в обзоре нашего интернет-обозревателя звучало, что есть конкурсы, в которых можно принять участие, получить, главное, бесценный опыт и практику. А какие еще конкурсы, в каких можно участвовать студентам Академии имени Штиглица? И, главное, какие результаты показывают наши ребята? Ну, вот был упомянут конкурс James Dyson Design World. И как раз в прошлом году гран-при этого конкурса завоевала студентка как раз кафедры промышленного дизайна Академии Штиглица Настя Балабанова. На самом деле студенты наши очень много в каких конкурсах гран-при завоевали. За последние вот буквально несколько лет, в 2018 году Джордж Вороди взял гран-при такого престижного конкурса, в котором много тысяч студентов со всего мира принимают участие. Michelin Design Challenge, Lexus Design Award, где тоже много кто наши взяли призы в разные годы или вышли в финалисты. Ну, таких конкурсов, на самом деле, очень много по разным сферам. Всегда и везде, я так понимаю, студенты-выпускники Академии Штиглица показывают себя. Так как куда без нас деваться? Скромно, но я думаю, что вполне оправданно. Можно я добавлю? Да, конечно. Позвольте мне добавить, что в 2019-2020 году Академия имени Штиглица инициировала проведение конкурса и получила на это поддержку и грант Фонда поддержки инноваций молодежных инициатив «Штиглиц-Янг». Он нацелен на поддержку молодых дизайнеров и работа велась в течение полугода. Наши студенты и выпускники последних трех лет разрабатывали проекты под руководством экспертов предприятий-партнеров. Это был очень интересный опыт. Мы получили новые проекты, которые наши партнеры готовы воплотить в жизнь малыми тиражами. И они выйдут в массовый, ну, может быть, не массовый, а в граниченный тираж под двумя брендами. Мы сейчас утвердили, получили знак, торговый знак «Штиглиц-Дизайн». И плюс к этому на регистрацию находится знак «Штиглиц-Янг». И сейчас эти товары, эти продукты, дизайн-продукты будут брендироваться двумя знаками. Плюс к этому на будущий год вместе, опять же, с Фондом поддержки инноваций молодежных инициатив мы предлагаем и предполагаем расширить этот конкурс на весь Санкт-Петербург. Он будет называться «Санкт-Петербург-Янг». Ну вот я думаю как раз о том большом количестве идей, которые вновь и вновь приносят молодое поколение в этот мир. Я полагаю, что, возможно, скептическое настроение, но не всегда российский потребитель открыт к новым, фантастическим иногда проектам, ни морально, ни финансово. А полет творческой мысли его не остановить. Как быть, Анна Николаевна, если спрос на порой нестандартные идеи, решения отсутствуют, или слишком мал, работать в стол, или вообще забыть и работать на поток? Знаете, я постоянно бываю на защитах дипломных работ, на кафедре промышленного дизайна, и иногда там действительно футуристические, фантастические проекты. Ну, например, один из последних – это автомобиль с прозрачными колесами, можно сказать, с невидимыми колесами. Мы понимаем, что, скорее всего, в ближайшее время это не найдет воплощения в жизнь, но без вот этих фантастических идей, наверное, нет будущего. И я считаю, что наша кафедра промышленного дизайна здесь смело действует, и другого пути нет. Если есть что-то дополнить, вы смело можете дополнить, потому что я думаю, что у вас здесь и идеи, и проектов, которые в голове держите, наверняка большое количество. Ну, на самом деле, да, это такое… Никто не знает, где будет это будущее, куда оно пойдет, что нас ждет в этом будущем. Вот эта задача – предсказать, проиллюстрировать, проанализировать это будущее. В этом, на самом деле, задача этих футуристичных проектов. Ну, футуристичных их трудно назвать, потому что, на самом деле, они основаны… Фантастичные все-таки. Они основаны на все-таки дизайн-методологии, дизайн-прогнозирования. То есть, например, если посмотреть, как работают ведущие компании мира и даже отечественные, в том числе, в 87-м году в НИИТ, Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики, было спрогнозировано все, чем мы сейчас пользуемся. Это 1987-й год. То есть плазменные панели, умный дом, мобильный телефон – все это было, на самом деле, придумано еще тогда. Еще тогда. Ну, вот если говорить уже о востребованности выпускников Академии Миштиглица, я предлагаю послушать тех, кто готов принять на работу молодых и талантливых авторов. Мне очень приятная вообще история Академии, что все-таки она была создана промышленниками на пожертвование, там, барона Александра Штиглица, потому что это, в общем, такая совершенно правильная вещь. Люди четко понимали, что это необходимо промышленности, необходимо для ее развития, необходимо для развития страны. И я сегодня хочу вам пожелать, чтобы вот ту идею, которую в свои годы заложили, для развития Академии, она жила и процветала. Поэтому вам удачи, а мы, собственно, как промышленность нашей страны, готовы всегда с вами сотрудничать, помогать, развивать. И всех выпускников вашей Академии мы с распростертыми объятиями ждем в наших коллективах. Спасибо, с праздником вас! Сегодня у нас уже реализован ряд проектов совместно с Академией. Мы очень рады, что компетенции студентов и профессорского состава Академии привлечены к реализации, к примеру, такого проекта, как создание индивидуальных средств спасания для работников морских платформ на шельфе. Студентами предложены действительно интересные, уникальные идеи, которые сделали продукт более эргономичным, интуитивно понятным, ну и, конечно, привлекательным. Важность промышленного дизайна сложно сегодня переоценить, особенно для продуктов, которые выходят на международные рынки. Поэтому мы действительно с энтузиазмом смотрим в будущее сотрудничества с Академией имени Штиглица. Уверены, впереди нас ждет много интересных проектов, в том числе в рамках развития технологической экосистемы Петербурга «Энерготехнохаб Санкт-Петербург». Поэтому мы желаем Академии процветания, талантливых студентов и до встречи на новых проектах. Безусловно, невозможно представить развитие Академии без перспективы трудоустройства выпускников, а значит, стабильная экономика и наличие рабочих мест – это непосредственный залог успеха. По словам губернатора Александра Беглова, принятые правительством в период пандемии меры поддержки позволили снизить ее негативные последствия. Принятые нами меры, а также устойчивая экономика города позволила смягчить негативные последствия пандемии, но все равно проблемы еще остались. Оборот организации остался практически на уровне 2019 года и составил 13,8 трлн рублей. Сохранило объемы производства обрабатывающая промышленность, фармацевтические производства показали рост на 14%. Но это понятно во время пандемии. Ну а 40 минут, отведенные на программу «Петербург. Город решений» вы пролетели. Что успели вам рассказать? Рассказали. Все это время в студии с нами были ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Анна Кислицына и доцент кафедры промышленного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, промышленный дизайнер Сергей Хельмянов. Уважаемые эксперты, большое спасибо вам за уделенное нам время, благодарю за внимание наших телезрителей. Ну а завтра будем говорить о развитии детского спорта. Я Юрий Щербаков, до встречи в эфире.